предположим вы установили операционную систему для которой производитель вашей материнской платы не выпустил драйвера что в этом случае делать для начала нам необходимо узнать что у нас материнская плата а точнее ее модель это можно сделать с помощью командной строки я вот такую вот команду скопируем модель нашего продукта введем его в браузере это эсус заходим на сайт эсусу нажимаем поддержка и проверяем есть кое-какие драйвера но их очень мало не вижу ни сетевого драйвера ни сата драйвера windows 7 их гораздо больше драйвер для чипсета сата драйвера так далее лишь в этом случае мы с вами ищем драйвера для нашей операционной системы другим путем что же для этого понадобится существует несколько программ для поиска и определения драйверов во-первых хотелось бы сказать о драйверах от официальных производителей допустим AMD вот такая программка от интелла вот такое приложение все ссылки будут в описании у производителей NVIDIA вот такое приложение если мы будем говорить о официальных приложениях то самое лучшее из них это драйвер pack solution данное приложение определяют и ищут драйвера для вашей операционной системы способом подбора есть онлайн версии есть оффлайн мы воспользуемся кстати говоря этим приложением есть конечно же множество аналогов этому приложению но я крайне не рекомендую пользоваться ими да и этим приложением кстати тоже по возможности лучше скачать с официальных сайтов драйвера еще раз повторюсь если есть такая возможность так как любой антивирус считает это приложение вирусом и подразумевается что такие приложения могут нанести вред вашему компьютеру вирусом ну что ж воспользуемся приложением драйвер pack solution скачаем его установим наш компьютер установим наш компьютер вирусом и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И видим настройку того, чего надо установить... Выбираем софт в левой колоночке... Убираем все оперы, Mozilla, Яндекс... Все убираем... Софт нам не нужен... Защиту и очистка... Убираем тоже все... Диагностика... Здесь просто информация... Возвращаемся в опадку драйвера... DirectX устанавливать нам не надо... Вот так... Оставляем так же... Так... Звуковую карту... Устройство Epic Game... В общем, выбираем все... Необходимые драйвера для установки... Чипсет... Сетевая карта... И нажимаем установить... На данном этапе будет произведена загрузка... Распаковка и установка драйверов... Для вашего ПК... Кстати говоря... Перед тем, как все это делать... Хотел вам показать диспетчер устройств... Что не все устройства... Моего ПК... Обнаружены... То есть существует... Есть неизвестные устройства... Чтобы компьютер работал корректно полностью... Все устройства были задействованы... Нам нужны все драйвера... И желательно обновленные... Что и сделает данная программа... Это ни в коем случае не реклама этой программы... Все эти программы мне самому не нравятся... Так как они пытаются все время установить... Неизвестно что в компьютер... Но в то же время являются... Порой очень полезными... Установка драйверов подходит к концу... Установка завершена... Закрываем программу... Теперь нам нужно избавиться от этой программы... Заходим в панель управления... Находим... Программы и компоненты... И удаляем данное приложение... После удаления программы... Перезагружаем ПК... И проверяем... Остались ли у нас неопознанные устройства... Все в порядке... Все драйвера установлены... Как обещает данная программа... Установлены последние драйвера... И не требует больше обновления... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...